Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш курс иврит, торы и молитв. И сегодня для группы А тех, кто учат со мной буквы, я даю две новые буквы, три формы. А для группы Б я даю общую тему, которая будет нам всем интересна. Я надеюсь, и тем, кто пока не читает, тоже она будет кстати. Удивительным образом, на прошлом занятии неделю назад мы разбирали тему огласовок, для чего они нужны, какова их роль, какие есть огласовки, и я постарался дать их структурно. И вот буквально вчера вечером, в субботу, в маце и шаббат, и сегодня в течение дня я нашел два интереснейших обсуждения именно тема огласовок. Но я не применил и дать туда ссылку на мои уроки, в частности, на прошлое занятие, где я объясняю огласовки. Если вам интересно, посмотрите в группе нашей в Telegram. Есть кто-то, кому Telegram недоступен, я могу поставить ссылку на чат. Если нет, мы продолжаем. Итак, давайте возьмем, возьмем две буквы, две новые буквы для группы Алиф. Так, сейчас видно меня. Я переключаю на демонстрацию экрана. И вот мы видим на экране, да, самое начало главы, которую мы читали вчера в субботу. Глава называется Ваишлах. Я немножко по-другому сделал. Не так, как я делал до сих пор. А именно, я выделил не букву ДАЛЕТ, вот она, которую мы сейчас будем проходить, а все слова с буквой ДАЛЕТ. Это, кстати, мне проще и вам сложнее. Сложнее. Почему? Потому что из этого слова, да, все слова с буквой ДАЛЕТ выделены вот таким цветом, да? Видно? Видно, да? Вот где эта буква? Давайте посмотрим. Первая буква, буква СИН, мы ее пока не учили с группой А. Последняя буква, буква ХЕЙ, мы ее знаем, да? А посередине стоит буква, которая называется ДАЛЕТ. ДАЛЕТ звучит Д. Вот здесь я показал букву ДАЛЕТ в сравнении с буквой РЭЙШ. РЭЙШ имеет плавный вот такой загиб, да, скругленный. Буква ДАЛЕТ не просто угол, а что-то вроде пятки, топорик, выступающий назад, да? Буква ДАЛЕТ отличается так же, как вы видите, от буквы ЭЙШ, чем буква ЭЙШ имеет два элемента. Кроме вот этого угла есть еще и что-то вроде ноги, да, буква ДАЛЕТ состоит из двух частей соединенных, горизонтальной и вертикальной. Так. Вот буква ДАЛЕТ здесь. Ну, поскольку я уже назвал букву СИН, которая, как понятно, звучит С, да? Давайте прочитаем это слово. Как мы читаем? Мы читаем первую букву, буква СИН. Буква называется СИН, значит, она передает звук С, а гласовка у нее ШИВА, вертикальные точки. Мы говорили с вами, что тот шва, который под первой буквой, он всегда шва НА, то есть шва звучащий. Далее идет буква ДАЛЕТ, и огласовка у нее СИН и РЕЙ. Получается СИН и ДЕ. Получается СД. Дальше идет буква ГЕЙ. На конце слова без точки и без огласовки не звучит. Получается, что у нас слово все прочитывается как СД. СД. Обратите внимание, между С и Д, между этими двумя звуками, да, такой легкий призвук гласный СД. Вот так. Хорошо, посмотрим еще одно слово. Вот буква ДАЛЕТ посередине стоит, да? Что такое буква ВАВ означает здесь? Это огласовка, огласовка ХОЛАМ, которая звучит О. Ну, слово это звучит ЭДОМ. Да, обратите внимание. Вот под первой буквой, буквой АЛЕФ. Пять точек. Это единая гласовка, которая называется ХАТАВСЕГОЛ. Так. Вот слово, которое звучит ЛАДОНИ. Очень похоже по написанию на произнесение имени Всевышнего в благословениях. Но в данном случае имеется в виду не Всевышний, а АДОН, господин АДОНИ. Мой господин ЛАДОНИ. К моему господину. Это говорит Яков. Так. Вот еще слово АДОНИ. Да? Вот слово ВАЭВЕД. ВАЭВЕД. Вот слово ЛЕГИД. Кончается оно на Д. Последняя буква ДАЛЕТ. Как и здесь слово ЭВЕД. Вот еще такое же слово, как здесь. Вот это, как это. Так. Вот слово МЭОД, которое означает ОЧЕНЬ. Тоже оно. Мы слышим Д в конце. Последняя буква ДАЛЕТ. Обратите внимание, что вот в этих словах, где ДАЛЕТ в конце, да, буква ДАЛЕТ не имеет огласовки. Почему? Потому что слово заканчивается на саму эту гласную Д. Так огласовка здесь не нужна. Вот последнее слово. Выделенное у меня фиолетовым. УЛ МОЛЛАДО ТЕХА. Несмотря на то, что в этом слове мы видим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь букв, да. Корень в нем обычный трехбуквенный. Что такое У? Это союз. И. Что такое ЛЕ? Это предлог. К. Что такое МЭМ? Это приставка, образующая слово. УЛА. ВАВ это вообще здесь не буква, а огласовка. Огласовка ХУЛАМ. От корня на самом деле здесь осталось только две буквы. ЛАМЕТ и ДАЛЕТ, да. Этот корень мы видим в слове ЕЛЭД, ребенок. В слове ГОЛЛИД. ДАЛЕТ, родить, точнее, быть причиной рождения, да. Так. А ТЕХА это суффикс, суффикс местоименный. На самом деле это слово переводится И. И к рождению этого, к месту рождения этого его. И к родине твоей, буквально так. Так. Мы с вами посмотрели на букву ДАЛЕТ. Она четвертая в алфавите, она звучит Д. Так. И еще одна буква, которую мы пройдем, это буква ЦАДИ. Иногда ее называют ЦАДИК. ЦАДИК это значит праведник. Но, как мне объяснял профессор, на педагогических курсах распространенная ошибка вызвана тем, что в алфавите после буквы ЦАДИК сразу идет буква КУФ. И при прочтении, да, мы слышим ЦАДИКУФ, да. Ну, на самом деле, не такая уж большая ошибка считать, что буква обозначает ЦАДИК, праведника. Так. Вот она, буква ЦАДИ. Ну, если у вас есть фантазия, вы увидите, что она довольно-таки похожа на русскую букву ЦАДИК, точнее, наоборот. Русская буква ЦАДИК произошла от ивритского ЦАДИК, ибо алфавит русский, точнее, славянский, был придуман двумя монахами, Кириллом и Методием. И они за основу взяли греческий алфавит, но, но, тем не менее, в греческом языке нет звука Ц. И для передачи этого звука, который в русском языке откуда-то был, пришлось брать начертание знака непосредственно из иврита. Очевидно, иврит был им известен. Рядом с буквой ЦАДИ я поместил для вас букву АЙН, которую мы пока не учим, но написал я ее, чтобы вы различали. Различали между этими двумя буквами, похожими друг на друга. Обратите внимание, у буквы ЦАДИК, вот посмотрите на верхний левый угол, от него идет линия сначала вниз и вправо, а потом горизонтально влево. А вот этот элемент, который находится справа-сверху, он как бы дополнительный, он приделан. А у буквы АЙН, наоборот, единый элемент идет с правого рога и вниз-влево, а отдельный элемент, он идет слева, он идет левее. Про букву АЙН больше говорить ничего не будем, так? Итак, буква ЦАДИ. Слова с буквой ЦАДИ я пометил желтым. АРЦА. АРЦА. Ну, буква АЛЬ, в которую мы не проходили, все-таки более-менее вам известна. Букву РЫШ вы знаете, теперь вы знаете и букву ЦАДИ, и букву АЙ. Почему это слово читается именно так? АРЦА. Да, вы можете понять. ВАЙЦАВ. Тоже буква ЦАДИ. Так, обратите внимание, первая буква ВАВ читается как В, и последняя буква ВАВ тоже читается как В. Это не огласовка. Буква ЦАДИ, вот она, она имеет огласовку ПАТАХ, горизонтальная черточка внизу, да? А дальше идет буква ВАВ, которая и звучит ВАВ. А вот это слово, да, оно может быть немножко нетипично. Буква ЦАДИ имеет огласовку ХОЛАМ ХАСЕР. Вот эта вот точка наверху. Вам может показаться, что она относится к букве АЛЕФ, но на самом деле это огласовка буквы ЦАДИ, да? Что получается? ЦОВ. Дальше идет буква АЛЕФ, буква АЛЕФ, ну раз уж я упомянул про нее. Буква АЛЕФ не передает никакого звука, и огласовки она никакой не имеет. А дальше идет буква НУНСАФИТ. Слово читается как ЦОН. Буква АЛЕФ даже не моделирует паузы, да? То есть читается это слово именно как ЦОН, а не как ЦОН. Так? Зачем же нужна буква АЛЕФ, если она сама не читается? И огласовку она никакую дополнительную сюда не ставит? Это буква корневая. Без этой буквы слово не будет понято, что такое ЦОН. Это мелкий рогатый скот. Так, вот слово ЛИМЦО. Так? ЛАМЕТ имеет огласовку И, МЕМ имеет огласовку ШЕВА, в данном случае ШВАНАХ, то есть отсутствие гласного звука. Дальше идет буква ЦАДИ, тоже с огласовкой ХОЛАМХАСЕРЦО. И дальше идет буква АЛЕФ, корневая, которая сама не звучит и огласовки не имеет. Слово читается ЛИМЦО. Вот еще раз идет слово АЦОН, тот же самый ЦОН, с буквой ГЕЙ в начале. Это определенный артикль. Разница еще в том, что здесь в букве ЦАДИ не стоит точка, а здесь она стоит. Мы говорили с вами, что на эту точку Дагеша мы обращаем внимание там, где она меняет звучание. То есть в тех буквах, которые с точкой и без точки, с Дагешем и без Дагеша читаются по-разному. Это БЭТ, это ПЕЙ и это КАФ. Из них две мы прошли. Так, в букве ЦАДИ точка, в общем-то, ничего не дает. Вот слово ВАЕЦЕР. ВАЕЦЕР. Вот слово ИЦХАК. Имя ИЦХАКа. Вот слово ЛЕАРЦИХА. Вот, пожалуй, и все. Буква ЦАДИ, буква АЙН. И еще одна буква, это ЦАДИ СОФИТ. ЦАДИ СОФИТ. Ну, здесь он пишется так, обратите внимание, что верхняя часть у него, вот эта рогатка, такая же, как у буквы ЦАДИ, но хвост идет не влево, а вниз. Вот это ЦАДИ СОФИТ. Здесь есть одно слово. Буква ЦАДИ СОФИТ. ВАЯХАЦ. Как выучить эти буквы? Для чего я даю вам этот текст? Я об этом говорил в предыдущих занятиях. Сейчас повторяться не буду. Значит, постепенно мы с вами выучимся буквы. А относительно огласовок, мы на прошлом занятии достаточно много поговорили. Так, файл этот я поставил в группу Телеграм. Пользуйтесь, пожалуйста. Так, сейчас мы переходим к теме. Вот какой интересной теме. Ну, для начала я хочу задать вам вопрос и буду очень рад, если вы его воспримите именно как вопрос, а не как вопрос риторический, и попробуйте мне на него ответить. Скажите мне, в английском языке, когда мы читаем фразу, чтобы ее понять, очень важно догадаться, какую роль играет в ней каждое слово. Является оно существительным или прилагательным, или чем-то еще, да, и что оно в фразе, подлежащее, сказуемое дополнение и так далее. Пример, я вам дам примерно такое, какое-то произведение, наверное, фильм, назывался «My Little Red Irish Rose». Ну, я понимаю это так, моя маленькая красная ирландская роза. Автоматический переводчик, правда, он, это было уже много лет назад, перевел это название как «Мой маленький красный ирландец поднялся». И вроде все правильно. Слово Irish может быть существительным, ирландец, а может быть прилагательным ирландский. Слово Rose может быть существительным, а роза, а может быть глаголом «поднялся». Но смысл здесь совершенно, совершенно меняется. Фильм называется «Kill Bill». Что такое kill? Убивает, да? Что это значит? То ли Bill убивает кого-то, то ли кто-то убивает Билла. Принятое по-русски название «убить Билла», оно условно. По-английски это звучало бы «to kill Bill». Убивая Билла, убивание Билла. Что это значит? Не очень понятно. Вот с английским это так. А в русском языке все гораздо проще. В русском языке, когда мы слышим слово, мы уже по форме его видим, какую роль это слово играет. Дело в том, что вот так построен русский язык. Классический пример. Классический пример – это известная очень многим фраза. Сейчас я ее выведу на экран. Специально я ее искал, но, к сожалению, забыл открыть. Вот, поставлю ее так. Вот она. Видно ее, да? То, что я вижу на экране, видите и вы. Сейчас, пожалуй, я ее... Хотел я ее увеличить. Как бы ее увеличить. Вот она, допустим. Мы не понимаем ни одного слова. Все они придуманы. Но, тем не менее, мы видим здесь, что слово «куздра» – это, очевидно, существительное. И во фразе это слово играет роль подлежащего. «Куздра», что мы про нее знаем, что она сделала, что она «будланула». Мы видим, что это глагол. Мы не знаем его значения, но мы явно видим, что это глагол. И он согласован со словом «куздра», то есть подлежащее со сказуемым, ну, например, по роду. Слово «куздра», очевидно, женского рода. И «будланула» – тоже глагол стоит в женском роде. Какая «куздра»? «Глокая» – это прилагательное. Что значит «глокая» мы не знаем. Но это прилагательное тоже явно согласовано по роду и по числу, существительным. И так далее. То есть мы, не зная этих слов, не понимая их, а знать мы их не можем, мы понимаем роль каждого слова в предложении. И вот, наконец, мой вопрос. А как у нас дело обстоит с ивритом? Что вы думаете? Как вы считаете? В ивритской фразе каждое слово «понятно» понятное в роль? Известно это или нет? Кто как думает? Ну, если брать современный иврит, мне кажется, непонятно. Потому что, допустим, множественное число существительных совпадает с множественным числом глаголов, допустим, мне так кажется. Все правильно. Все правильно, Анна. Да, вы абсолютно правы. Сейчас я приведу вам несколько примеров. Да? Действительно, действительно, по внешнему виду, да, на первый взгляд, мы не поймем, а что это слово означает. Ну, что-то нам помогает. Что нам помогает? Прежде всего, интуиция, кстати. Именно потому, что машинный переводчик, программа и компьютер, они лишены интуиции, да, они не смогут нормально переводить. Это мое крайнее мнение. Так? Вот. Но, 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 но все же вы врите, дела не так плохи. Потому что со временем мы просто на слух, непонятно как, ну, сможем различать, где у нас существительное во множественном числе суффиксом, где у нас прилагательное с этим же суффиксом, а где, может быть, и глагол с этим же суффиксом. Так. Давайте для начала разберем вот одну из фраз нашей недельной главы. И в этот раз я взял текст не подряд из начала, а просто выбрал несколько фраз. Значит, ламет бет – это номер главы, номер параграфа. Книги пришить, юг, алиф – это номер, посолка, номер фразы. Так? Ну, вот для начала. Катонти миколь ахасадим. Что такое вот этот вот суффикс «ти»? Это, это суффикс глагольный. Так? Так, это значит, что вот он корень, корень глагола. Тот, кто немножко знает иврит, сообразит, что корень тут такой же, как в слове «катан» – маленький. То есть, означает, этот глагол должен означать быть малым. Слишком мал кто? «ти» – это суффикс первого лица, единственного числа. «Я». Слишком мал я. Катонти. Да? Но это суффикс именно глагольный. Да? А вот слово ахасадим. Суффикс «им» – да? Он образует множественное число чего? Существительных, прилагательных, иногда и глаголов, точнее, глаголов в настоящем времени. Да? Так? Вот здесь «аси-та». «Аси-та» – это значит «сделал ты». Да? То есть, этот глагол стоит в форме единственного числа мужского рода. Так? Второго лица «ты». Так? А вот здесь «а-и-ти» – это первое лицо, единственное число. «Я был». «Авар-ти» – «я» перешел. «Ти» – это значит «я». Так? А вот еще. Суффикс множественного числа женского рода. «Маханот». Суффикс «от» образует множественное число от существительных, как правило, женского рода. Но здесь это не так. Что такое «махане»? «Махане» – это «лагерь», «стан». «Махане» – мужского рода. Более того, «махане» – одно из немногих слов, которое имеет окончание мужского рода. Так? Тем не менее, множественное число от него образуется с помощью суффикса «от», которое типично для существительных женского рода. Итак, давайте посмотрим. Существительные в иврите. Бывают мужского рода и женского рода. Среднего рода – нет. Нет категории одушевленности. И нет падежей этого кошмара иностранцев, которые с какой-то стати взялись изучать русский язык. Точнее, нет падежных окончаний. Так? Существительные могут стоять в единственном числе и в множественном числе. Давайте посмотрим на единственное число. Существительные мужского рода, как правило, не имеют семана, не имеют признака. Очень редко встречается окончание «э», как в слове «махане» или в слове «море» – «учитель». Но таких слов очень мало. Обычно окончания, обычного суффикса никакого нет. Так. Маленькое примечание. Есть существительные, которые могут считаться принадлежащими к мужскому роду или к женскому роду. Даже в Танахе, даже в Священном Писании иногда слово «шемеш» – солнце женского рода, иногда мужского. То же самое со словом «руах», «ветер», можно сказать, «руаххазак», «руаххазака». Тенденция в настоящее время – эти слова переходят в женский род. Сейчас скорее скажу про «руаххазака». Так. Вот. Ну, таких слов тоже немного. Так вот, среди существительных бывают парные. Парные существительные – это однокоренные, одно из которых мужского, другое женского рода. Например, студент, студентка. Как мы образуем женский род от слова «заимствованного» иностранного студент к добавлению суффикса, использующего букву «тав» – студент, студентит. А вот, например, «море» в женском роде «мора» – учитель, учительница. Хатуль, хатуля – кот, кошка. В этой нашей недельной главе есть замечательная фраза, в которой мы видим несколько названий, которые не используют. Не используют такие парные существительные. Давайте посмотрим. «Изим» от слова «эз», «эз» – «коза». «Изим» – это козы, козы женского рода. Несмотря на это, образуется мужской род с помощью суффикса «им». Так, «матаем», «матаем» – это 200. «Утаяшим», «таяш» – это козел. Одно из слов, обозначающее козел. Ничего общего со словом «эз» не имеет, это ни одно коренное слово. Так, «айсрим» – 20. «Рахелим» словом «рахель» – довольно редким. Здесь обозначены овцы, а не то, что вы думали. «Рахель» – это овечка. «Рахелим» – это овцы, тоже «рахель» женского рода. Не имеет суффикса. «Матаим» – 200. «Вээйлим» – это бараны. «Айаль» – это бараны. Тоже не одно коренное. «Айсрим» – 20. Удивительным образом домашние животные в иврите мужского рода и женского рода обозначаются разными словами. В русском языке домашние животные имеют разные наименования для папы, мамы и ребенка. Например, «жеребец», «кобыла» и… нет, «жеребенок» и «жеребец». Ну, хорошо, «конь», «кобыла» и «жеребенок». Или, например, «баран», «овца» и кто? Как называется их, детеныш? Сейчас, минуточку. Не бараненок, не овечка. Ягненок. Ягненок. Точно слово забыл. Конечно. Спасибо большое. Так. Ну, правда, «коза», «козел», «козленок» немножко по-другому. Да? Ну, например, «пес», «кобель» и «сука» тоже по-разному. Да? Хорошо. Так вот, вот еще один интересный пример. «Гамалим» – «меникот». Слово «гамаль» – это верблюд. Да? И форма тут вроде бы с помощью суффикса «им» – мужской род. Тем не менее, что такое «меникот»? Это «кормящие». Да? «Верблюдицы» – «кормящие». «Увные» и «их» – «детеныши». Да? «Слушаем» 30. Так? То есть, должно быть, если уж мы используем слово «гамаль», наверное, лучше сказать «гамолот». Тем не менее, этого нет. Дальше. Вот вам все-таки парное существительное. «Порот» и «парим». Что такое «парот»? Это множественное число от слова «пара» – «корова». Что такое «парим»? Это множественное число от слова «пар». «Бык». Да? Мы видим, как образуется множественное число. Как правило, с помощью суффикса «от» в женском роде и с помощью суффикса «им» в мужском роде. Так. Дальше. «Атонот». Что такое «атон»? Кто-то знает? Это «ослица». «Атон». В «ва-я-рым» – это слово означает «осла». Да? Осел или осленок? Нет, скорее всего, осел. Хотя обычное слово «осел», как вы знаете, это «хамор». Да? «Хаморим». Так. Тоже разнокоренные слова. Итак, существительные относятся к мужскому или женскому роду. Если от мужского рода надо образовать женский род, да? Используется либо суффикс «а», «море», «мора», либо суффикс с буквой «тав». Например, «студент», «студентит», «хайаль», «хайелет». Используется также суффикс «ут» для обозначений таких абстрактных, как «ялдут» – детство, «ционултсионизм», «мединиют» – дипломатия. Так. А вот суффикс «от» зарезервирован для множественного числа. Как правило, во множественном числе для мужского рода «им», для женского рода «от». Теперь о числах. Числа у существительных. Есть единственное число, есть множественное число, есть двойственное число. Двойственное число. Где-то я вам приготовил пример. Мы с вами его увидим. В нашей недельной главе двойственное число образуется суффиксом «аим». Вместо «им» – «аим». Например, слово «регель» имеет форму множественного числа «регалим» и форму двойственного числа «роглаим». В современном еврите двойственное число используется вместо множественного. К сожалению, не различаем мы это. Слово «регалим» осталось только в сочетании шалош «регалим». Три праздника паломничества, три праздника регулярных, очевидно, это однокоренные слова, три праздника, на которые идут пешком в «регель», слово «нога» в «херушалаим». Сейчас мы скажем, например, «меа-ре-реглаим» – «стоног-а». Правильно было бы сказать «меа-ре-галим». Теперь, что такое двойственное число? Оно указывает на предмет, которых ровно два или должно быть два. И тоже не всегда. «Эйнаим» – «два глаза». «Офанаим» – это велосипед, два колеса. А если три колеса, то все равно «офанаим». Что еще? «Мишкафаим» – «очки». Сами понимаете, почему два. «Михнасаим» – «брюки» – «две штанины». «Бишвиль-роглаим» – для двух ног. Но и, например, «ярушалаим» – множественное, двойственное число. «Гиватаем» – двойственное число. На самом деле это не играет роли, потому что все названия городов в иврите используются в единственном числе и в женском роде. Хоть мы говорим «ярушалаим», но используем прилагательное, например, «яфа» в женском роде, в единственном числе. Так. Хорошо. И вобще с двойственным числом используются глаголы и прилагательные во множественном числе. С двойственным числом разобрались. Идем дальше. Существительные относятся к мужскому роду или женскому роду. Прилагательные – прилагательные. Они должны склоняться по роду. Они должны соответствовать существительному. Так. Поэтому каждое прилагательное должно иметь мужской род и должно иметь женский род. Так вот, мы видели несколько примеров того, что множественное число образуется нестандартно. Например, «махане» – «маханот», а не «им». Не сказал я вам относительно того, что у существительных мужского рода не бывает окончаний «а». Единственное исключение – это слово «лайла». Слова «лайла» мужского рода. «Лайла» – «тов». Так. И не бывает окончаний с буквой «тав». Но бывают существительные, в которых «тав» является корневым. Например, «байт», «заит». Под вопросом слово «шерут». Иногда его используют в мужском роде, иногда в женском роде. Так. Ну, тут надо отличать. Кроме того, есть слово, которое заканчивается на «тэ», но это не «тав», а «тэ», например, «махат». Это не окончание женского рода, хотя слово «махат», как ни странно, тоже женского рода. Аналогично, если слово заканчивается на «а», не обязательно это окончание «тамацэй». Например, «этсба», «палец», кончается на «айн», но слово «этсба» тоже женского рода. Хорошо. Прилагательные. Прилагательные подчиняются правилам гораздо строже. Если существительное стоит в мужском роде, то прилагательное имеет окончание «им», даже если само существительное относится к исключениям и имеет окончание «от». Например, «при» – плод, да, множественное число «перот», но «сухофрукты», «перот» – это «шим», «им», потому что «при» – мужского рода. И, соответственно, наоборот. Глаголы. С глаголами все несколько сложнее. Некоторые грамматики считают, что в качестве настоящего времени в ибрите используется не глагол, а причастие. То есть правильный перевод, точный перевод, дословный будет не «он пишет письмо», а «он пишущий письмо». Подтверждается это предположение еще и тем, что правильное отрицание включает в себя глагол. Правильно сказать не «анилною де», а «эйнэйнию де». Что такое «эйн»? Это, по сути, глагол со значением отрицания. Я не являюсь знающим. Так вот, в настоящем времени, в настоящее время резко отличается от будущего и прошедшего тем, что в настоящем времени глаголы не имеют лица. То есть «я пишу», «ты пишешь» и «он пишет», если все мы мужчины. Глагол используется в мужском роде, звучит одинаково «котев». В женском роде «я» женщина говорит, а «ты» при обращении к женщине, и про нее мы говорим «она» «котевет», «женский род». Окончание «эт» такое же, как для существительных и прилагательных. И во внушенном числе «котвим», «котвот». Но в будущем времени и в прошедшем времени это не так. Форма зависит от лица. То есть «я написал», а не «котавты», «ты написал котавта», «ты написала котавты», «он написал котав», «она написала котва», и аналогично во умноженном числе тоже. Давайте посмотрим на примере следующих фраз. «Ват и гашна». Что это такое? «И приблизились», «И предстали». Я говорил вам, и еще раз скажу, что обычно в Торе в качестве прошедшего времени используется будущее время с вавопереворачивающим. То есть если бы не вот этот вот вав, вот этот вав, вот этот вав, вот этот, вот этот, да? Потому что это всего-навсего шестерка. То есть означает, что это шестая фраза в 23 главе. Вот этот вав, вот этот вот первый вав в слове переворачивает будущее время в прошедшее. А что такое тигашна? Это форма, которая сейчас в умственной речи почти не используется. Это будущее время, множественное число, женский род. Вот такой специфический суффикс. «Ват и гашна». Мы видим вот по этой букве «тав», что здесь используется женский род. Дальше. «Гашфахот». «Щифха рабыня». «Шфахот рабыни». «Ва ялдей эген». Ну, давайте сразу посмотрим. От слова «елед», да? «Эген» – это «их». «Их женщин». «И приблизились рабыни, буквально служанки, сюда и дети их». Дальше слово «ват» снова «ват и гашна». Так? И, извините, нет, здесь другое слово. «Ватиштахавена». «И поклонились». Да? Тоже форма свав переворачивающих. Переворачивающим, да? «Гиштахавот» – это значит «поклоняться». И «поклонились». «Ваттигаш» – то же слово, что здесь, да? Но в единственном числе. «Гамлеа». Потому что речь идет об одной женщине. «Лее». «Ва ялдей ага». Смотрите, «ва ялдей ген» – это «их» женщин, дети. А «ва ялдей ага» – это «и дети» ее. «Ва ялдей ага». «Ва ялдей ага». «Ва ялдей ага». «Ва ялдей ага». Это третье лицо. Третье лицо. Но поскольку здесь используется и род и мужской, и женский, да? Потому что са лея женского рода, а сыновья ее мужского рода, да? Используется общий мужской род. «Ва ахар нигаш» приблизился. Это форма простого прошедшего времени, да? Единственного числа. Кто это? «Йосеф» мужского рода. «Ве рахель» и «Рахель» имеется в виду, и его мать. «Ва ящта хаву». Вот из-за этого «юд» мы видим, что это мужской род, да? Мужской род. Будущее время перевернутое с помощью этого «вав» в прошедшее время. Дальше. «Ва ямер элав». А что я тут выделил? Да, вот тут интересно, да? Мы видим, что в слове, например, вот здесь «шфахот», что нам дает этот суффикс? Множественное число, так? Так вот, есть суффиксы, которые используются с служебными словами. Такое здесь служебное слово «эль к». «Элав» – это «к нему», так? «Ва ямер элав» и сказал ему «Адони, йодея, мой господин, знает ки», что «гайладим» – дети, «раким». Что такое «раким»? Мы видим окончание множественного числа, да? Но это несуществительное, это прилагательное. Поскольку существительное «еладим» – дети, стоит во множественном числе, то и слово «рахмеккий» – нежного возраста – тоже стоит во множественном числе «раким». Дети слабы, дети нежны, дети таковы, что «ихутамитирулы пенихут». «Вега цон» – мы говорили с вами, что это мелкий рогатый скот. «Вега бакар» – это крупный рогатый скот. «Алот алай» – поднимутся на меня и так далее. Так, вот еще вам пример. Вот слово «сукот». «Сукот» означает буквально «шалаши». И здесь то же самое слово «сукот», и там, обратите внимание, «у» – это голосовка «кубутс». Но здесь слово «сукот» написано с суффиксом «от», в котором «холам хасер», а здесь «холам малэ». Разницы нет. Если бы не огласовки, да, это вопрос о важности огласовок, мы могли бы прочитать это слово как единственное число «сукат». Правда, непонятно, зачем здесь смехут. Теперь, а что вот это? «У лэ микней гу». От слова «микней» что означает? «Стадо». И к стадам его, и для стад его, сделал оса сукот. Сделал, построил, что? Построил шалаши. Так, смотрим дальше. «Ва-тэ-цэ». От слова «я-цэ». Но здесь «женский род». «Женский род», почему? Потому что речь идет о «дине». «Женский род» в будущем времени «ва» переворачивает в прошедшее время. «И вышла дина». «Ва-тэ-цэ-дина». «Бат-ле-е-доч-ле-е, ашер-я-лда». «Которую родила женский род». Вот оно, окончание «а». А как сказать «родил»? Ну, такого слова, конечно, нет. Но «я-лад» было бы таким словом. Дальше. «Би-в-нот». Вот очень интересный пример. Мы знаем в единственном числе «бен» – это сын, «бат» – это дочь. Теперь к слову «бен» мы приделываем окончание «им». И получаем слово «баним». «Бен-баним» – это сыновья. И не к слову «бат», а тоже к слову «бен». Мы приделываем окончание «от» и получается «банот». «Дочери» – это «банот». Хорошо. «Ва-и-са-ум». И поехали, и отправились в путь. Опять, это будущее время, перевернутое в прошедшее. «Ум» – это суффикс множественного числа. «Ва-и-и-был» – хитат-элогим. Вот я выделял имя Всевышнего, которое стоит в форме множественного числа. «Берешит-бара-элогим». Несмотря на то, что слово само «бог» имеет форму множественного числа, мы понимаем, что это единственное число. И глагол «бара» стоит в единственном числе. «Создал» – не «создали». «Ге-арим» – от слова «ир» – «город». «Ге-арим» – «города». «Ашер» – «свивотейгем». «Савив» – это «вокруг». «Свивот» – это «округа». «Гем» – их «вокруге», их «вокруг них». «Белорадфу» – «радфу» – это простое прошедшее время. От слова «радав» – «преследовать радфу». «Преследавали». «Ахарей бней Яков» – «вслед за сынами Якова». «Бней» – это множественное число. Слово «бен» – как «баним». «Баним» – просто сыновья. А сыновья Якова – «бней Яков». Так. Что я выделил зеленым? Да, нестременные суффиксы существительных и служебных слов. Ага. Так. Ну, на самом деле, вот «эй лав» тоже надо было выделить зеленым. Надо было поправить. Так. «Ва-и-са-у». «Ва-и-са-у». И поехали. И отправились. «Ми-бейт-эль» – «из бейт-эля». Это название места. «Ва-и-и-и» был. Значит, вроде бы «вав». Что он сделает здесь? Переворачивает. «И-и» как «и-е». Будет. «Ва-и-и» и «была». «Од-ки-врат-га-арет» – «слово эфрата». «Ва-телед». О, так. Значит, корень здесь «юд», который выпал. Да. А что такое «тав»? Будущее время. Так. Перевернутые в прошедшее с помощью вот этого «вав». «Телед» – «она родит», а «ва-телед» и родила. «Родила». И она родила. Рахель. «Ва-та-каш-бэ-ли-да-та». И тяжело от слова «каше». Да. «В родах ее». О, обратите внимание вот еще на что. «Бэ» – это «в-ли-да». В данном случае это существительное от глагола «родить». А что это за суффикс? Это суффикс третьего лица женского рода, единственного числа. Роды ее. Буква «эй» имеет внутри точку. Это не та точка, которую мы называем «дагеш» по двум причинам. Первая причина, главная буква «эй» гортанная и «дагешем» не быть не может. Вторая причина. «Дагеш», как правило, не бывает последней буквы слова. А что же это за точка? Она называется «мапик». «Мапик» становится именно в «эй», в частности, вот в этих местоименных окончаниях. «Бэ-ли-да-та» – в ее родах. Когда я объяснял в огласовках, собственно, я это не объяснял, но просто указал, что если в слове стоит в конце буква «эй», не имеет огласовки и внимания не имеет точки внутри, она не читается. Если же точка стоит, по идее мы должны это слово читать «бэ-ли-да-та». Но, на мой взгляд, я не слышал, чтобы израильтяне действительно так прочитывали. «Бэ-ли-да-та». В любом случае здесь «эй» должен звучать. И «мапик» вот это, собственно, и обеспечивает. Дальше. «Ва-э-ги» и было. «Бэ-га-ш-ко-та». Опять же, вот это вот окончание, этот суффикс «е-ё». «Бэ-ли-да-та». В родах «е-ё». «Ва-то-мер». Что такое «ва-то-мер». «О-мер» это говорит, да? Мы знаем «амар». Что такое «тав»? Это будущее время женского рода. «И-сказала». «И-скажет». Но «вав» переворачивает в прошедшее. «И-сказала». «Ла». «Сказала ей». Опять же, мы видим «мапик» в «гэй». «Ла» это «ей». Что это такое? Это «ле». То есть «кому». С суффиксом, означающим «она». То есть «ей». «Га-ме-я-ледет». О, замечательные слова. «Я-лед» это «ребенок». «Ме-я-ледет» это «та, которая делает ребенка». «Та, которая принимает роды». Что это? «Акушерка, повивальная бабка». «Ме-я-ледет». «Аль-тир-и». «Не бойся». Это слово от корня «гир-а». «Ю-д-рэш-алиф». Что означает «страх буквально трепет». «Аль-тир-и». «Тав» это что такое? Это «будущее время». «Не бойся». «Не будешь бояться», точнее. Здесь нет никакого «вав», поэтому «будущее время» оно и остается в будущем временем. «Не бойся». «Ки-гам-зэ лах-бен». «Ибо так же и это лах» – это «к тебе». Вот здесь «ла» – это «к ней третье лицо». «А лах» – «тебе, женщина», – это «второе лицо». «Потому что так же и это тебе сын». «Ва-я-ги» – и «была». «Бе-цет» – «навша». «При выходе». «Бе-цет». Слово «нефеш» – это «душа». «Навша» – это «её душа». «При исходе её души», так когда выходила из неё душа. «Ки-мета» – «ибо она умирала». «Ва-ти-кра». «Корень здесь куф-рэш-алеф». «Звать», «называть», «призывать», «произносить». «Тав» – это «будущее время женского рода». «Ва-в» переворачивает в прошедшее. «Ва-ти-кра» и назвала «шемо», имя его, «шем» и окончание «о», суффикс «его». «Бен-они» – слово «они», «мучение моё», тоже имеет суффикс «и», то есть «моего мучения». «Ва-вив», «о», обратите внимание, это слово «ав», «ав-отец». «Ва-вив» – «отец его». Вообще-то этот суффикс «ив» или «ав», он характерен для множественного числа. Но от слова «ав» – «отец», форма «его отец» образуется не с суффиксом «о», а с суффиксом «ив». «Ав-ив» – «его отец». «Кара-ло» назвал его «биньямин». Здесь говорится о том, что Арахель, умирая, назвала своего сына «бен-они», а отец назвал его, переначал его имя, и дал ему имя «биньямин», сын правой руки. Он не хотел, чтобы имя сына напоминало ему о смерти его любимой и любимой жены. Вот так говорит Медраж, так говорит комментарий. «Ва-тамат» – «рахель» – тот же корень, что и здесь «мета». «И умерла» – тоже «ва» переворачивает с будущего на прошедшее «рахель». «Ва-ти-ка-вер» – «кэвер» – это «могила», «ли-квор» – это «похоронить», «ва-ти-ка-вер» – это «и была похоронена», «бедерих эфратов» – «да родина эфрат» и «бейт-лахэм». Он же называется «бейт-лехэм». Ну, об этом месте наверняка вы слышали. Вот примеры, которые я вам дал. Что мы видим на этих примерах? Что ориентироваться на окончание нельзя. Часто бывает, что слово не имеет окончания женского рода, но относится к женскому роду. Нельзя ориентироваться также на окончание множественного числа. Как, например, мы можем увидеть, что слово «эвен» – «женского рода» – «камень». Если мы запомним слово «эвен», ничто не выдаст нам женского рода. Если мы запомним «эвен» – «аваним», это тоже нас заботает, потому что и множественное число образуется с помощью свекса «им». Но вот если мы запомним слово «эвен» с глаголом или с прилагательным, например, «эвен шлейма» – это выражение из «Торы». В данном случае это означает не «камень», а «гиря», «гиря полная». «Эвен шлейма» так назвал свою книгу «Виленский гаун». «Эвен шлейма» – полный, полный камень слова «шлейма» стоит в женском роде, значит, и слово «эвен» женского рода. По окончаниям мы не поймем, что это – существительное или прилагательное, или глагол, но по форме слова очень часто это можно узнать. Даже если используется тот же корень, который глагольный, вот, например, «вэйалдэйха» – это «идеть ее». А вот есть… были у нас глаголы с этим же корнем «юд ламет далет», «ялда», «которую родила». Где-то еще у нас тут было. Вот слово «мэйя ледет» – существительное, от корня «юд ламет далет» – родить, рожать. Форма слова показывает, что это существительное, более того, существительное женского рода. И от корня «родить» мы можем понять, что имеется в виду тот, кто помогает, точнее, та, кто помогает при родах. Акушерка, да? «Ялдэйха» – вот этот суффикс в данном случае нам таки «да» поможет понять, что имеется в виду «йелед» – «йеладим», «йеладим шила» – «йалдэйха». «Ее дети» – это «йалдэйха». Итак, при начальном знакомстве с языком действительно нам форма может ничего не сказать. Но когда мы увидим, что здесь вот, например, это явно существительное, да, то суффикс «эт» нам покажет, что это существительное женского рода. Более того, сама форма, да, покажет нам, что это название профессии. Профессии от слова «йелад» – «рожать». Значит, это вряд ли это тот, чья профессия рожать. Значит, это тот, точнее та, чья профессия помогать при родах, то есть обеспечивать роды. И так далее. Вот. Ну, вот примеры, которые я вам сегодня хотел привести. Если есть вопросы, пожалуйста, пользуйтесь. Так. И напоминаю вам, что в нашей группе в Телеграме… Так-так-так-так-так. Ага, вот, интересно. Спасибо, Елена. Спасибо за ссылки. Я понимаю, что они будут полезными, да. Значит, нашей группе в Телеграме я дал, вот здесь вот их видно, да, две любопытные ссылки, да, на обсуждение вопроса важности огласовок в иврите и их изучение. Так. Все на сегодня. С божьей помощью. Через неделю мы с вами встретимся, да. Так, сейчас проверю чат. Да, да. На здоровье. Всего доброго. Успехов вам в чтении Торы, изучении ее и в иврите. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok